Всем привет, меня зовут Мелисса, сейчас у меня идет неделя осенних каникул, мы решили, что будет интересно на нее что-нибудь придумать, а не просто сидеть дома. Именно поэтому сегодня мы едем в столицу Эстонии, да, в столицу Эстонии, в Таллинн. Лично я еду в Эстонию первый раз, и мне кажется, что должно быть очень интересно. Также сейчас коронавирус, он никуда не делся, поэтому будут новые приключения, какие-то плюсы и минусы. В общем, оставайтесь со мной, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, я думаю, что мы можем начинать. Хотя нет, перед началом подпишись на мой инстаграм и тикток по ссылочке в описании. Вот теперь точно, можем начинать. Поехали. Я пошла в тренировки, мы уже собрали какие-то вещи, я переоделась и уже скоро будем выезжать. Итак, все, мы идем в машину и уже отъезжаем. Поехали. Чего я так спать хочу весь день? Как поспиться? Нет, я ложусь, не спится. Ну спать, хватит. Он, он 4 лег, 8 проснулся. Нет, не подой, не подой, не подой. Кто все знает, кто такой тематик. Давай, давай, не ленись, снова дам мне прейкин. Я опять один по жизни, снова номер один. Я в Майами как Джига. Слик Майами как Айзен. Знаете, что я поняла? Я поняла, что мне не нравятся такие путешествия, потому что нет ощущения, что ты где-то в другом месте. Слишком мало едешь. Мы ищем латышские номера здесь все. Мам, ну у тебя нет ощущения, что ты куда-то уехал. Мало едешь везде, интересно так. Извините, пожалуйста. Вы что хотите? Я платья софт надо. У тебя паспорт провели? Ну хотя бы. Итак, мы остановились. Вышли сейчас на заправку. Мы уже в Эстонии, как я думала, вы поняли. Сейчас посмотрим, какие тут заправки. Заправка очень классная, модная. Здесь есть соковыжималки, очень много разных кофейных автоматов. И также просто очень много разных блюдцев, каких-то бургеров, типа шаурмы. Я забыла, как шаурма называется. Очень много, в общем, прикольного. И также хороший свет. В общем, мы уже доехали. Сейчас заселяемся в отель и будем подниматься. Я вам все покажу. Как мы заселились в наш номер. Я уже как пингвин в таком пуховике, потому что мы идем в Старую Ригу гулять. Мы заметили такую вещь, что в Латвии почти... Да, у меня меняетка смехла у Китти, чтобы вопросов не было. В общем, мы заметили такую вещь, что в Латвии почти нету широких дорог, то есть там максимум это две полосы. А здесь на каждой улочке минимум по три полосы есть. Ну, про Москву я не говорила, там как бы все знают, что там широкие дороги. Вот, ну, то есть в Латвии все очень узенько, а здесь широко. Это считается, как такая одна из главных площадей в старом городе в Таллине. Насколько я понимаю, это... Мама, это... это Домский собор? Я не знаю, я не считаю, что там... Это... это Домский собор. Может быть. В общем, это вроде бы не Домский собор, а просто Ратуша. Или Ратуша и Домский собор, я просто в этом во всем не разбираюсь. Поэтому глубоко меня... Глубоко извиняюсь, извините, пожалуйста. Как раз-таки стены от Ратуши вылазят как таких три дракона. Тут есть прям их фигурки, и внизу в этой же Ратуше на углу есть кафешка. Называется «Три дракона» как раз-таки. А это кафе сделано по Средневековье. Там темнота такая, ну, все как было в Средневековье и в 15 веке. Посмотрите, просто какая прекрасная скамейка. Алисей, сядь на скамейку, пожалуйста. В огнюку с коровой. Тут мокро. Да нет, даже к другому делаешь. Ну, он мойдет. Алисей, почему не веришь? Мам. Также, как и в старом городе Врики, здесь вот такие вот камни. Поэтому ходить здесь можно только в кроссовках. Это церковь Олафа. Когда-то она считалась самым высоким зданием в мире. Но сейчас уж, конечно же, нет. Потому что есть немножечко небоскреб намного выше нее. Сейчас мы идем в торговый центр Соларис. Мы там перекусим и еще зайдем в определенный магазин. Я его тоже вам покажу. В общем, кстати, старый город и этот Соларис находятся все очень близко к своим отелям. Потому что до этого Солариса идти минут пять пешком. А до старого города максимум минут десять. То есть все очень близко. В общем, печалька. Потому что тот магазин, ради которого я сюда шла, к сожалению, еще не открылся. Его только собираются открывать. А уже просто снаружи видно его витрины. С хорошими товарами. Короче, мои московские подписчики и друзья поймут. Это должен был быть магазин типа с корейской, китайской какой-то канцелярией. Мягкими игрушками. Типа, как в России, Зака. Типа, Sweet Cats, что-то вот такое в моде. Ну, вы поняли, наверное. Ребята, вот это место с неоновыми вывесками. Это оказывается лидо. Просто в Латвии оно совершенно другое. Лично я вообще не подозревала, что это именно лидо. В Латвии оно сделано под деревенский стиль. А здесь более несовременный мотив. Мотив. Ну, не мотив, но ладно. Я не стала снимать, как я ела. И я думаю, что, в принципе, уже, наверное, скоро мы пойдем в отель. Кстати, знаете, что я еще поняла? Что эстонцы так не волнуются пакет на вирусы. То есть у них нету никаких ограничений. Не нужно ходить в масках. Даже вот в этом лидо просто лежат вилки, в ложке, ножи. В общей куче. В то же время, как в Латвии, они каждый упакованы на одного человека. Ну, как бы на порцию. Такой пакетик. А здесь вообще ничего. Не масок, ничего. Ну, как бы все по желанию. Если хочешь носить, никто не запрещает. Но ничего, блядь, но. Конфеты очень вкусные. Вот такие. Мятные. Я обожаю школу, смотри. Просто. Всем привет. Это уже второй день, как мы находимся в Таллине. Мы уже позавтракали. И сейчас пойдем на 26 этаже в бассейн. Я пришла уже в спать. Сейчас здесь в бане. Она очень красивая. Здесь растет клянные стены. Ты можешь надеть все, что происходит вокруг. Также здесь очень высоко и очень хороший путь. Можно здесь ставить более. Так, что там и свиньи паром. Здесь еще тепло. Ой. Два дни на них есть. На все с помадей. Да, больше никого нет. Только тут. Красиво. Молодец. Привет. Мы не сказали идти через воду на лавку с вами и разговаривать о чем-то. И мне страшно. Но я могу нырнуть. Но я не хочу с телефоном нырять. Ой. Странно. Вот на эту вот лавочку сказали идти с телефоном. Поэтому посидим на лавочке с вами и о чем-нибудь поговорим. Так вот. Заводим тему. Так. Куда поставить? Телефон в другую буду держать. Мелиса вот там где-то плавает. Ну так вот. Подписчики. Мелисины. Уйди отсюда. Уйди ты не должна в влоге только посмотреть, чтобы на монтаже. Уйди ты не должна, Алька, слушай. Это секретный разговор с подписчиками. Ладно, ладно, ухожу. Все, выгнали Мелису. Иди на другой конец Басевина. Почему ты уронил? Да не уронил я. Ой. А, умная, Зарёш. Ну это короче. Разговариваем с вами насчет Ютуба. Я тут телефон в воду не окунула. Это было страшно. Ну так короче. Вы можете, пожалуйста, подписаться на Мелисин канал. Все вы, кто сейчас зашел впервые, я ее сестра. Можете, пожалуйста, подписаться на Мелисин канал. Вон на ту вот. На ту вот. Вот там где она, там где-то девочку. Она, у нее очень прикольные видео. Она даже ходила на курсы видеоблогеров. Ну так короче, можете, пожалуйста, подписаться. Вам же не тяжело всего лишь, ладно? Ой, я. Уйди. Ну ты должна уйти. Вам же не тяжело, наверное, всего лишь на одну кнопочку. А для Мелиси это будет целый праздник. Она торт купит нам на тысячу подписчиков поединный. А вы, и вы будете все это смотреть, все наши поездки, все вообще будете смотреть. Поэтому можете, пожалуйста, подписаться. А если не будет, то будете пропускать клевые шкетчи, влоги. Вот, а еще желательно лайк поставить. Ой, я на глубину пошла. А еще желательно лайк поставить. Ну ты можешь уйти. Иначе телефон сейчас брошу. Алисия, это на влог записывается. Уйди, пожалуйста, иначе я реально телефон брошу. Нет, не буду. На счет три. Если не уходишь, я реально кидаю. Мелису, ты не кинешь. Раз, три, не кинешь. Два, не кинешь. Не кинешь. А еще, ты кинешь. Уйди, не кинешь. Мелису, уйди, пожалуйста. Мелису, я с твоим телефоном. Давай, туда. 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 Давай, туда. Ну и так, короче, остановились мы на кнопке лайк. Лайк это тоже очень хорошо, потому что когда... Когда на видео много лайков, то больше человек доходит. И они посмотрят это видео и поставят лайки. Если вы смотрите это видео и слушаете, как я три минуты болтала, то, пожалуйста, поставьте еще лайки. А еще есть кнопка колокольчик. Колокольчик, это вообще очень хорошая кнопка. Неправильно. Свалился наш шашлык. Ну и так, короче, можно еще на колокольчик нажать. Колокольчик, если вы нажмете на колокольчик, то вы будете смотреть все новые скетчи. Прям самые-самые первые. Вы самые первые будете смотреть эти скетчи, вы поставите что-то лайк и подпишитесь. Ну хотя, если вы подписаны, то у вас должен ставить колокольчик. А если вы не подписаны, то у вас не должен ставить колокольчик. А еще давайте расскажу вам одну теорию, которую я выработала. Смотрите, ей желтый цвет. Все же знают желтый цвет. Федеральчик. Желтый цвет, а предательный цвет. Потому что если ты не предатель, значит, что ты предатель. А если ты предатель, это значит, что ты не предатель. И если я не предатель, это значит, что ты желтый. Потому что ты предатель. Но если вы не желтый, то это хорошо. А людей желтых не бывает, поэтому вы не предатели. Тут не словилось. Ну и так, короче. Вот. Можете поставить, пожалуйста, лайки. А давайте походим по бассейну. Мериса куда-то ушла, но я буду с вами висеть шашлычком. Я надеюсь, я не упаду. Она в баню пошла. Даже без меня. Да и сьё. Она в баню пошла без меня. Мериса. И зачем в баню без меня пошла? Она без меня в баню пошла. Обида. Сейчас мы к ней вломимся. Сейчас вломимся. Но сначала нырну. Все, ребята, мы уже накупали. Сейчас идем номер сушиться. Итак, я уже снеговик. Это мое новое, так сказать, прозвище. Потому что у меня такая белая куртка. Очень большая мне. Специально мы такую издали. В общем, сейчас мы пойдем в вот такой музей энергии. Как-то так он называется. Energy Center. В общем, должно быть очень интересно. Он похож на русский экспериментариум. Типа ты там все можешь трогать, смотреть, что-то где-то копать. Ну, посмотрим. И я думаю. И я думаю. И я думаю. Вы знаете, масочку в инстаграме, где все такое резко, очень толстое Типа под музыку Ну, ладно, не важно А сейчас я покажу вам такой же, только с маской Отлично Сейчас мы идем на Выжгород Это, получается, часть старого города Который находится на возвышенности Возможно, на горе, короче, очень высоко И тут очень много лестниц Я надеюсь, что я дойду Смотрите, какая здесь панорама Это аптека 422 года В ней можно купить как обычные лекарства Так и посмотреть, чем лечили раньше Например, сушеный еж Жабы, настойка из мокрицы Я очень рада, что медицина развивается И нам не нужно есть вот эту всю гадость Чтобы от чего-то вылечиться Ну, согласитесь, если бы вам сейчас кто-то сказал Вот у вас болит живот Выпейте-ка настойку из мокрицы Я думаю, вы бы пошли к другому врачу И не стали это пить А тогда это делалось именно так Мы поели очень вкусных стейков в стейкхаусе И сейчас будем искать сувениры Для победителей моего конкурса в инстаграме Мы уже купили сувенирчиком И, кстати, у моей сестры тоже есть инстаграм Она там тоже проводила конкурс И ссылочка на него будет в описании Мы купили попробовать мочи Они здесь продаются в обычном продуктовом магазине Это очень необычно Потому что я их нигде больше не видела в продуктовом магазине Поэтому я попробую Тоже первый раз Я никогда их не ела Уже очень жду Надо дойти до номера Вкусно? Вкусно? Как вкусно? очень вкусно, просто вкусно вот это вот где-то мочи, а вот это еще, это сходное, это с манго, очень вкусно итак, всем доброе утро, сегодня уже третий день, когда я нахожусь в Талии и сегодня мы перед выселением пришли в бассейн, там прыгает моя сестра, ничего нового итак, мы уже накупались, сейчас идем в номер собирать вещи и уже наверно потихоньку выселяться, дальше надо голову высушить мы снова прошли в старый город, наверно уже третий раз за поездку, даже наверное больше мы докупим некоторые сувениры и ищем скамейку лавочка, ой, скамейку в виде таксы, что моя сестра сфоткалась и еще кафешку с блинчиками наши друзья с вами, блогеры какие-то странные блогеры, они голубей снимают с этого камня должно быть видно пять главных шипов, я вижу вот один напротив прямо вот второй, вон там вот третий, а где еще два, ну я видела, стоп, я увидела вот видите там торчит, вон там вот, вон там, вон там, где мы кольца, вон там вот видите конечно не знаю как вы можете считать главный шпиль и где-то еще один должен быть, вроде бы надо туда дойти вот еще шпиль, да, тяжело конечно найти особенно вон то, вон тот вот как-то в дырочке, но все равно так, мои все ушли, надо искать так, у меня обновочки, новая красивенькая маска тканевая наконец-таки и вот такие вот типа как недонетки, чтобы было удобно зимой, при этом можно было трекать в телефон но было тепло мама, это же тканевая маска? да все хорошо, значит правильно сказала эстонский леон вот эстонский леон смотрите, какая краска, водочка и вот Алисе еще такие вот купили красивенькие, она обожает все фиолетовое у нее все по стилю, как обычно ну прям не могу налюбоваться а еще, 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 еще викинга фиолетового купили да буду в маске бородой алисе ну да в общем мы уже потихоньку выходим из старого города и наверное возможно еще съездим в порт, но вам подробно все скажу кстати, вот вам совет, где можно реально нормально поесть ой, сползает у меня все маски большие вот вам совет реально, где можно, единственное место где можно классно поесть в Сталине, в старом городе это вот этот стейкхаус очень вкусно, очень все хорошо всем советую, рекомендую если что, соседнее здание Макдональдс, но это лучше мы сейчас зашли в Зару в торговом центре и я могу сказать, что она вообще отличается даже от той же самой Зары в Риге кажется, рядом одно название но, например, этой куртки здесь нету она вообще другая и в принципе по как бы всему расставлению ну, вообще другая в общем еще одна вещь раньше, когда мы приезжали из России в Латвию мы так восхищались магазинами что вот какие они современные, красивые, классные товары очень такие модненькие все а когда мы приехали сейчас в Эстонию мы поняли, что здесь магазины еще круче то есть еще более современные они все напоминают, как, знаете, в России азбука вкуса в магазине, в котором мы были вчера получается, мочи придаются на развес как бы а здесь они сразу вот в таких вот уже упаковочках где их 6 штук, но они очень дорогие потом мы поехали в порт было очень интересно и красиво, потому что там стояли большие грузинолайнеры и паромы затем мы пошли в очень интересный кафе компрессор коронное блюдо у них это блинчики там они есть как с сельдью, так и с какими-то салатами внутри, например, я взяла себе с фетой и помидорами это напоминает греческий салат ну и конечно же есть сладкие например мы взяли с халвой тоже очень интересно и вкусно всем советую итак, я уже вернулась в Сталино я могу сказать, что мне там очень понравилось этот город очень отличается от Рики я не могу сказать конкретно чем но просто это вообще другой город там могут на одной улице контрастировать как такие какие-то старинные здания так и современные небоскребы также там совершенно другой старый город он более средневековый что ли там очень прикольные продуктовые магазины в них можно найти много всего необычного и интересного понимаете, в продуктовом магазине продаются мочи я лично такого нигде не видела в общем я советую вам съездить в Сталин и увидеть все своими глазами я могу сказать, что покушать там можно вкусно в двух местах это стейкхаус в старом городе Гудвин и получается как блинная такая называется я все время забыла как она называется я напишу или здесь но вообще скорее всего всю такую самую важную информацию я оставлю по ссылочке в описании там будут описаться всякие лучшие места куда можно сходить конечно же их название вообще как я считаю все в общем обязательно туда заходите так что там будут ссылочки на мои соцсети с вами была я Мелисса и думаю что на этом все всем пока 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 пока